Что нужно дарить рок-музыканту, а что не нужно дарить? Давайте будем разбираться. Всем привет! В эфире Сокол. Перед стримом пошел прогуляться, заодно решил записать вам видео. Меня уже не раз спрашивали в комментариях. Известного человека иногда спрашивают, а кто тебя спрашивает? Никому ты не нужен. Кому-то вот нужен. Этим полутора человекам, которые меня спрашивали, я нужен. В общем, люди интересуются, что дарить рок-музыканту. Потому что излить свою любовь к человеку, который восхищает его творчество, его песни, книги. Я книги пишу еще. Поклонники всегда хотят излить свою любовь каким-то образом. Естественно, первое, что приходит на ум, это солнце в глаза. Нет, первое, что приходит на ум, это, конечно же, подарить какой-нибудь подарок. Вот он рок-концерт, вот он твоя любимая звезда на сцене, ты покайфовал, поколбасился на его концерте. Концерт заканчивается, и после концерта очень часто практика бывает, что артист выходит в публике, начинает с ними фотаться, как-то общаться. Я, по крайней мере, стараюсь так делать каждый концерт. И все довольны. Ими в этот момент как раз есть возможность с человеком, с вашим любимым артистом поговорить, что-то ему подарить. Так вот, видео наше как раз о том, что стоит дарить, а что не стоит. Для начала нужно понять, что рок-звезда, ну, условно говоря, рок-звезда. А даже скажите, что это рок-звездой я назвал. Рок-звезда это, в первую очередь, конечно же, обычный человек, такой же, как и вы. И подарки, которые вы им будете дарить, они будут приятны только в одном случае, если они будут приятны и вам, да. То есть, исходя из этой логики, уже можно сразу понять, что дарить не надо. Например, поделки своими руками с изображением логотипа группы этого артиста или еще в таком духе рисунки какие-то, в рамочку заключенные. Вот представьте себе ситуацию. Человек едет на гастроли, да. Это не супер-звезда на западе, у которого там едет он на одной фуре с диванами и холодильниками в полном комфорте, а на второй фуре его едут приспешники, аппаратура едет, да, там все вот это. Там можно нагрузить что угодно, что тебе подарили, и спокойно это будет вестись. Но если это обычный российский музыкант, даже из каких-то групп, ну, не самой верхушки, не знаю, как происходит там, например, за свой стиль говорю, там у той же Арии или Кипелова, но если это группы среднего эшелона, это все равно музыканты, которые едут сами, поездами, либо самолетами. Это всегда чемодан в руках, да. И вот представьте себе, такой музыкант едет, и у него на концерте ему дарят какую-то вот такую вот рамку, где человек от руки кривенько как-то нарисовал там его, или нарисовал там логотип его группы, или вышел логотип группы, все это в рамку куда-то заключил. Куда он это будет денет, ну, куда он этого денет, да? Это в первую очередь, во-первых, неудобство для самого артиста, да, то есть он держит, ну, спасибо, естественно, поклоннику даже не будешь там как-то грубить, но такой подарок он удручает. Сразу говорю, он удручает, потому что, во-первых, его некуда с собой вести, у тебя место ограничено, у тебя нет помощников, которые будут за тебя носить всю эту кипу непонятных подарков за тобой, и это, с одной стороны, выкинуть как-то некрасиво, человек тебе подарил, да, как бы старался, что-то там делал, а ты пошел выкидывать это, некрасиво, да. С другой стороны, даже если вы успешный какой-то супер-артист, у вас есть приспешники, которые будут за вами носить любые подарки, которые вам не надарили бы. Вопрос. Обычно, вот все, что сделано своими руками, я говорю прямо, честно и открыто, все, что сделано своими руками, это, как правило, в 99% случаев, это ширпотреб. Ну, то есть, да, там, ну, начинающий художник нарисовал тебя, смотришь ты там, это даже не совсем ты, но это халтурная работа, там, или логотип как-то вырезал он на дереве, или на железе как-то выгравил, ну, это все поделки, детские поделки, которые обрадуют родителей. Ой, молодец мой ребеночек, смотрите, как старается, это всегда приятно, да, ребенок у вас что-то сделал, это, даже если это херня полная, вы все равно похвалите и будьте довольны, потому что, ну, это же ваш ребенок. Но, что делать артисту, даже у которого есть носильщики подарков, ему самому не надо будет это все таскать, куда он это денет после концерта, да, вот какой-нибудь такой вот некачественный продукт, который ему дарят, сделанный своими руками. Подумайте вот об этом моменте, да, когда будете пытаться что-то дарить. Ну, в лучшем случае, конечно, артист вам спасибо скажет, там, улыбнется, но в лучшем случае довезет до дома, и потом она все равно окажется в мусорке. Все равно окажется в мусорке. А, как правило, она сразу окажется в мусорке после того, как он уйдет в гримерку. Потому что он сразу понимает, что это нигде у него дома стоять не будет, и это точно он с собой не повезет. И даже если повезет, потом посмотрит, ну, куда я это дену, да. То есть вот какие-то такие вещи тоже мне дарили, и я этот ролик записываю даже, наверное, скорее всего, для будущих моих дарильщиков каких-то, потому что, ну, и вообще для других людей, которые другим артистам что-то захотят подарить. Небольшая пауза, а то за музыку мне прилетит какое-нибудь нарушение. С этим мы разобрались, что если вы что-то делаете своими руками, помните, что вот эти подарки детей, они взрослому человеку неинтересны, особенно, когда они подарены другому взрослому. Конечно, если вы суперпрофессиональный художник, и ваш продукт, это действительно выглядит с качественной сумасшедшей работой, тогда да. Тогда это будет круто, тогда, скорее всего, возможно, что ваша любимая рок-звезда заберет это домой, и оно будет у него висеть. Но это песец должно быть качественным. То есть вы сами должны понять сами для себя сначала, это выглядит охеренно, или это выглядит, ну, так себе. То есть если это выглядит так себе, поделка вашими руками, не надо это дарить рок-артисту, это все равно никуда не уедет. Что нужно дарить артисту? Конечно, в первую очередь то, что... Хочу напомнить моим дорогим зрителям, что у меня есть телеграм-канал. А также, помимо телеграм-канала, у меня есть закрытый телеграм-чат, где вы можете за 350 рублей в месяц постоянно быть на связи со мной, задавать любые вопросы, и я с вами буду общаться. Не забывайте про группу Истин Мак ВКонтакте, где тоже есть посты, которых нет на Ютубе. Ну и мою страницу Бусти тоже держите в памяти, потому что каждый месяц там выходит новая песня, которую нигде больше вы услышать не сможете. Как раз сегодня я выложил новенькую. Что нужно дарить артисту? Конечно, в первую очередь то, что поможет ему в путешествии скоротать какой-нибудь вечерок там в поезде или там еще где-то на съемной квартире. Например, какая-нибудь коробка вкусных конфет. Причем не просто какие-то задрепецкие там дешевые конфеты, а чтобы там состав был хороший, чтобы без пальмового масла, без всякого дерьма. То есть прочитайте, чтобы ваш артист не травился. Такая громкая машина. Чтобы вас, ваш артист, не травился всякой гадостью. Понимаете? То есть если этот человек упаси Зевс выпивает, ну, можете ему подарить там какой-нибудь хороший там коньяк или еще что-то, да, лишний не будет. Артисты, которые, как я, не пьют алкоголь, да, им, соответственно, этого дарить не надо. Можно подарить действительно какую-то вот, какую-то вкусняшку, которую человек вечером с чаем пьет. И вот я с большой теплотой вспоминаю подарки Оли Котес, которые она подарила мне, по-моему, то ли в Челябинске, то ли в Екатеринбурге, не помню где. Она мне подарила кружку для чая, такую, с вакуумной серединой, где нет возможности обжечься, да. То есть раньше я брал чай у проводницы, например, когда едешь на концерт. И это просто вот, ну, обычный стакан. А когда я стал обладателем такой кружки, да, ну, вот как-то не было у меня. Чай ты завариваешь сам уже и не обжигаешься, спокойно пьешь, и очень удобно. Очень удобно мыть там, это съемная ситечка железная такая. Подарила она мне эту кружку, да, подарила она мне какой-то шоколад там тоже разный, причем не тот шоколад, который я ел в магазине каждый день там покупаю, например, а какой-то, который я раньше не видел, не знаю. То есть упаковка интересная такая, и сам шоколад там какой-то эндеки. Я с удовольствием... Трактора ездят какие-то. Я с удовольствием посидел. Да блин, все, надо в лес уходить. Плохо слышно все. Что-то прямо как этот, череда грузовых машин громких проехал. Я с удовольствием посидел в поезде, попил этого чая с этим шоколадом, да. То есть и приятно, и кружка осталась на память, да. Там я время от времени, если не забываю, беру ее с собой на гастроли тоже. Вот хороший подарок. То есть нет каких-то четких указаний, что надо или что не надо дарить. Конечно, вы должны знать, что любит ваш любимый артист, какие у него есть предпочтения, да. Кто-то собирает, может быть, какие-то старинные монеты, да. Просто идеально. Вот вы нашли золотую монету, там, серебряную, медную, неважно какую, да. И пришли, ему подарили на концерт. Он будет счастлив, если он там занимается всеми этими вещами. Ну, вы сами знаете, когда у вас есть какой-то кумир, вы знаете его привычки. Там дарить вообще проще паренной репы, да. То есть если у человека есть хобби, все, называется. Есть, например, Юра Мелисов из группы Эпидемия, у которого там музей Эпидемии есть. И он туда тащит все, что ему дарят. Ну, такие люди есть, конечно, я не из этих людей. И таких людей, как Юра Мелисов, в принципе, очень мало. Потому что так вот посмотреть, какое-то помещение нужно отдельное. Это просто чисто по приколу человек собирает какие-то такие вещи. Но радости они не принесут, понимаете. Человек, рок-музыкант, это точно такой же человек. Если вы дарите ему какое-то сделанное что-то своими руками, это только должно быть что-то, что выглядит изумительно. Просто нарисовано сверх профессионально, да. Там артист в фэнтези-наряде с мечом, да, там, бьется с драконом или где-то. И он прям один в один на лицо, как ваш любимый артист, там, тот же кипело. Тогда это круто. Это можно повесить на стену в своем именном имении, замке там, или где он там живет. Это будет круто. В любом ремонте. То есть, ну, это должна быть супер профессиональная работа. В других случаях, если это не выглядит круто, офигенно, ничего своими сделанными руками дарить не надо, друзья мои. Это прям плохо. Любые гаджеты. Это здорово всегда. То есть, то, чем пользуется сам обычный человек. Там какие-нибудь часы хорошие, качественные, там, не какие-то там со стрелками дорогие, а вот именно электронику там, да. Какой-то смартфон прикольный, хороший. Какие-то часы, какие-то там новые уши, там наушники какие-нибудь. То, чем пользуется обычный человек, и чем ваша рок-звезда будет с удовольствием пользоваться. Подумайте сами. Вот чем бы вы хотели пользоваться из того, что вы пытаетесь подарить вашему любимому рок-артисту, да? Что бы вас обрадовало? Если вас это самого лично не обрадует, то оно и не обрадует вашего вокалиста, вашего гитариста любимого, неважно кого. Несмотря на то, что там изображен логотип или он сам. Донести до вас мысль свою пытаюсь. Даже несмотря на то, что там изображен его логотип, это не делает эту вещь ценной, поймите. Мне столько дарили разных вещей, на которых изображен мой логотип. Сделано там на железках что-то выгравировано, что-то из дерева, какие-то рисунки непонятные, знаете. И я в принципе не знаю, что с этим делать. Потому что человеку, понятно, хамить некрасиво, тебе дарят подарок. И ты не знаешь, как ему сказать, что это хрень полная. То есть спасибо, пожалуйста, все, ушел. И потом это никуда не доезжает. Потому что оно выглядит как ширпотреб. Мне очень много таких вещей дарили, друзья мои. И, честно говоря, обидно, во-первых, за человека, который потратил на это время. И не очень приятно, потому что он подумал, что мне от этого будет в кайф. То есть я смотрю на какой-то вырезанный кривым шпателем, штихелем или чем-то вырезают по дереву. Вырезанный мой логотип группы на деревяшке какой-то, выжженный. Там какой-то, знаете, как будто трехлетний ребенок выжигал. И мне с довольным лицом это дарят. Типа, вот сейчас сокол увидит, обрадуется. Я на это смотрю. То есть вот как с этим быть, понимаете? И это, конечно, вещи, которые хотелось бы в этом ролике до вас донести, друзья мои. Поэтому рок-музыкант, это прежде всего обычный человек, который радуется тем же самым вещам, которым радуетесь вы сами. Поэтому прежде чем дарить подарок какой-то, подумайте. Десять раз, будет ли человеку приятно или нет. Потому что очень часто бывает, что люди стоят с горящими глазами и говорят, сука, у нас для тебя подарок. Ты такой, охренеть, я люблю подарки. Но потом тебе достают какой-то рисунок, где нарисован какой-то зеленый гоблин, на тебя не похожий совершенно. Я утрирую, конечно, чтобы смешнее было в ролике, но вы поняли, о чем я. То есть какие-то отдаленные черты. Видно, что человек только-только учится, начинает рисовать, и вот он тебе это дарит. В рамки заделанное, под стеклом там все это, знаете. Дарит тебе такую полуметровую хероту, которую не с собой на концерте ни в рюкзак не положишь, да и просто стыдно куда-то кому-то показать. И у тебя такой происходит некий обман такой, знаете. Ты ожидал, стоит твой фанат, у него горят глаза. Он достает, сейчас я тебе подарю подарок, ты такой, о, офигенно. И он достает вот это вот, не пойми что. Как бы обманутые ожидания, это, знаете, это хуже ничего не придумаешь. Поэтому, подытоживая все вышесказанное, хочу вам это напутствие дать. Самое главное, что нужно при выборе подарка рок-артисту, это то, что обрадовало бы вас самих лично. Чем бы вы пользовались, пользовались в будущем, будете пользоваться, да, вот подумать об этом, стоит задуматься. Будете это им пользоваться, будет ли оно радовать ваш глаз все долгие годы. Или вы просто по дурости своей слепили какую-то непонятную ерунду и пытаетесь это своему любимому артисту включить. Вот такой ролик на сегодня будет, друзья. Пишите в комментариях, что думаете, какие подарки вы дарили рок-артистам, какие подарки дарили вам, ну и вообще, что вы думаете по этому видео. Да пребудет с вами сила! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok